Видите, как бы мы в основном мотивируемся страхом в жизни. Мы живем для того, чтобы просто выжить. Нам нужна работа, нужна семья, нужны дети, нужны деньги, квартира. Когда человек на это отдает все свои силы, он теряет себя, он тает, становится обесточенным. Обесточенный человек сначала теряет самое дорогое, это близких людей. Потом у него теряются силы и на работу, и он теряет свое положение в обществе постепенно и все прочее. То есть, смотрите, человек думал, что ему нужно вот именно в эти все категории вкладывать силы. В семью, в работу, в квартиру. Но все эти вещи истощают человек. И все эти вещи, само собой, в жизни приходят. Естественно, что человек будет работать. Естественно, что придет время, он женится. Кстати, если пытаться раньше, будет хуже только, потому что найдешь не своего человека. Или найдешь того, с кем тяжелее будет жить. То есть, приходит время, человек забудет детей, тоже надо чувствовать это время. Приходит время, у человека появляется жилье. Если раньше, то тогда ему в два раза больше платить будет, в два раза больше. Он хочет раньше, пожалуйста, в два раза больше аскез. А так приходит время, и ты получаешь это жилье. Но ты не знаешь, что ты без жилья останешься. Ты его всегда будешь иметь, просто не свое. А приходит время, и приходит свое. Понимаете, просто идея в чем заключается? В том, что если человек думает, что надо все силы отдавать на эти вещи, семья, работа, квартира и деньги, то в результате он становится обесточенным. Это значит, что у него теряется сила. Когда человек теряет силу, каким он становится? Одиноким, несчастным, нищим. Все. Последовательно. Сначала одиноким, потом несчастным, а потом нищим. Сначала одиноким человек становится, потом его работа уже не удовлетворяет, потому что там нет счастья тоже. В конце концов, он становится нищим. То есть, у него нет ничего. Он становится просто пустым, и нищим, и несчастным. Кто себя таким сейчас чувствует? Поднимите руку. Видите, надо было к этому прийти, чтобы дальше понять, что же все-таки такое жизнь. Потому что часто люди думают, что жизнь — это вот именно то, что я сейчас описал. Они уверены просто в этом, что это и есть жизнь. Вот к этому надо стремиться. Но Священные Писания говорят, что все эти вещи приходят в жизнь само собой. К этому не надо стремиться. Стремиться человек должен к тому, чтобы стать наполненным. Он должен стать сильным. Разве сильный мужчина не заметен женщинам? Разве когда сильный человек приходит к работодателям, это незаметно им, что к ним пришел сильный человек, надо брать? Разве большая рыба незаметна рыбаку? Разве сильный человек незаметен работодателям? Разве сильный человек незаметен женщине или девушке? Разве сильная девушка незаметна мужчине? Просто попытайтесь это понять. Людям не хватает силы для того, чтобы счастлива жить. А силы берутся от Бога. Они не берутся от наших забот. Заботы забирают наши силы. И если человек Богу в своей жизни ничего не посвящает, не отдает, то он обесточенным становится. Мы сегодня с Максимом, моим помощником, врачом, который консультацию дает вам, тоже вы его хорошо нагружаете. Он такой уставший приходит домой. Мы сегодня бегали по парку. Кто видел нас, как мы бегали там по парку? Есть ли кто-то видел? Мы бегали по парку, вот так по кругу, 10 километров. Бегали, бегали, бегали. И в это время один мужчина тоже пришел, сел на лавочку получить энергию природы. Ему захотелось на природу. Но так как он не знает, что на природе надо совершать аскезу. Надо не просто сесть на лавочку. У тебя не получится энергию природы получить. Нужно двигаться на природе. Иначе, не двигаясь, ты ничего не получишь. Потому что мы запертые, понимаете? Нам надо себя открыть. Только движение, аскеза открывает человек. Вот, допустим, мы повторяем «Я желаю всем счастья». Через 2-3 минуты только вы начинаете чувствовать процесс. А до этого просто сидите вот так скованный. И думаете, что мне повторять «Я желаю всем счастья». Надо скорее уже идти. Вам не хочется это делать, но потом раз и расслабляет. «Я желаю всем счастья». Сердце хорошо становится. Почему? Потому что аскеза постепенно отпирает сердце. Сердце открылось, пошла жизнь. Жить человек начинает, становится живым. И что же этот мужчина дальше сделал? Он взял сигарету, закурил. Почему он закурил? Потому что он пришел отдохнуть, понимаете? Отдохнуть. А отдохнуть у него не получилось. Потому что он не знает как. Ему же надо расслабиться как-то все равно. И он начал курить. Вот смотрите, это парадокс. Человек приходит на природу дышать свежим воздухом. И при этом он курит. Зачем? Для того, чтобы расслабиться. И он расслабляется как может. Как может. Некоторые люди отдыхают неосознанно на природе. Но почему они отдыхают? Потому что их заставляют это делать. Вот допустим, некоторые люди приходят на природу, потому что собаку надо выгуливать. Так бы они сами ни за что не пошли. Но так как собаку надо выгуливать, он идет, собаку выгуливает. Кто получает энергию счастья? Собака, потому что она бежит. В природе она бежит, получает энергию счастья. Хозяин бежит за ней. Но он тоже получает в результате того, что он чуть-чуть как бы напрягается там из-за собаки. Он тоже получает энергию счастья. Или женщины с маленькими детьми. Потому что они интуитивно чувствуют, что детям нужен свежий воздух. Это факт. Для того, чтобы ребенок рос хорошо, ему нужен свежий воздух именно. И поэтому они и дети часто кричат. Не хотят дома сидеть. Вышел на улицу, раз, он не кричит. И она думает, ну ладно, буду гулять, значит, с ним. Ему нужен свежий воздух. Для того, чтобы прости. И мать, когда выгуливает ребенка своего, она, естественно, получает энергию парка. Улыбаться начинает всем. Просто по милости ребенка. Но вот сами мы не можем. Вот мы с Максимом взяли и побежали. А бегать нелегко никому. Вот вы говорите, Олег Геннадьевич, вам легко, наверное, бегать, а мне вот что-то не очень. А бегать никому нелегко, мои хорошие. Никому. Потому что тело-то оно к чему тянет? Оно тянет к смерти человек. Тело тянет к смерти. У меня жена начала бегать. До этого как только не лечила свою щитовидную железу. Там киста. Начала бегать. Все, она рассасывается, пошла киста сама. Врачи говорят, о, как хорошо, помогли лекарства. У вас хороший результат, врач-гомеопат сказал. Никогда бы ее гомеопатические препараты не рассосали кисту. Шансов нет. Потому что киста означает застывшая энергия внутри тела. Ее надо просто растормаживать. Нужно жизнь ввести в тело. Тело застывает, оно стареет. Начал человек двигаться, все рассасывается само. Никаких лекарств не надо. Есть люди, которые интуитивно это чувствуют. Эти люди продоживут долгую жизнь. Есть люди, которые чувствуют, что надо двигаться. И они проживут долгую жизнь, эти люди. А есть люди, которые должны с помощью знаний это понять и прожить долгую жизнь с помощью аскезы. Вот допустим, я не чувствую, что надо бегать. И мне по судьбе вот просто так не положена долгая жизнь. Но Бог мне дал знания. Потому что я людей обучаю, и у меня возникает ответственность, что надо что-то жить. Нельзя же просто так лекцию читать. Надо что-то знать. В результате я пытаюсь понять глубже этот мир. И Бог дает знания, и я могу его применять в жизни уже. Я понял, что если я буду бегать, продолжительность моей жизни увеличится лет на 15. Как минимум. Причем активного долголетия. Не просто там с палочкой ходить, согнутым. А в нормальной жизни. Видите, аскеза — основа жизни. Но чтобы аскезу совершать, нужна вера. Она передается от одного человека к другому. Вот допустим, мама сама не побежит, хоть вы ей скажете, потому что для этого нужна вера. Она может и поймет, что надо бегать, но сил у нее не будет. Силы появляются через веру. Когда от одного человека переходит эта сила к другому, тогда появляется сила у другого человека. Вот у нас в команде, у меня там 70 человек вместе со мной живет. Почти все бегают уже. Потому что передается сила. От старших к младшим передается сила. Или йогой кто-то занимается. Молитвы читают люди. Больше едят зелени. Все, что я понял, как правильно жить, молодость что увеличивает, они все это делают. И это помогает для жизни всем. Понимаете, самая лучшая пища вообще, которая существует в этом мире, это просто психическая энергия. Это сам воздух, кислород плюс прана, психическая энергия. Самая лучшая пища. Этой пищей питаются, этой пищей питаются деревья. Поэтому они долго живут. Человек тоже питается этой пищей, но она у него не основное питание. Для того, чтобы праной питаться, для этого нужно аскезу совершать. Когда человек бежит, допустим, или йогой занимается на природе, то энергия солнца и праны, она входит в организм и делает его молодым. Есть люди, которые вообще не едят. Их называют праноеды. И они питаются только праной. И они таким образом могут жить очень долго. Я знаю одного человека. Я видел, я могу по фотографии определить, сколько человек живет. Или дерево. Дерево стоит, я могу понять, сколько оно растет уже лет. Этот человек прожил 256 лет. Но он не одной праной питался, он еще корнями питался, сырыми. Но простую пищу он не ел. Но это, понимаете, как бы не обязательно копировать таких людей. Мы не сможем так прожить долго. Это надо иметь уже врожденное знание, как жить долго. Я просто вам говорю о том, чтобы прожить хотя бы свои 80. Нормально. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что вот эта прана очень нужна человеку для того, чтобы долго жить. И она создается только с помощью аскезы на свежем воздухе. Или статика на свежем воздухе. Или динамика. Иначе ты не получишь эту энергию. На втором месте находится то, что берет прану. Это листья. Вот листья, они берут в себя эту энергию праны. И они наполнены ей. Потом это перерабатывается все в плоды. Потом это все съедают животные. Все мясо перерабатывается. Чем дальше от праны, тем менее полезная пища. На первом месте стоит просто энергия воздуха и солнца. Понимаете, самая лучшая пища для человека. Она омолаживает, дает силы жить. Ну, допустим, возьмем яблоко, да? Если яблоко упругое, такое сочное, нравится. Если оно мягкое, такое уже вялое, сморченное, не нравится, да? Вот упругом сочным, в нем много праны. А вялое мало. Возьмем маленького ребенка, такой он упругий, сочный, все его целуют, такой он такой упругенький, такой хороший такой. В нем много праны. Возьмем пожилого человека, он такой сморченный весь, такой мало праны. Я просто вам расскажу, что такое прана. Но есть пожилые люди, которые наполняются праной все время. Они не то, что такие пышат здоровьем, но чувствуются, что он не старый. Человек вроде в возрасте, но не старый. И сразу спрашивают, как это возможно? Только с помощью движения. Или статика, или динамика на свежем воздухе. Иначе ты все равно постареешь. Нет вариантов. Понимаете, что такое прана? Прана — это то, что делает человека вот таким. Понятна система? Девушки хотят быть красивыми. Красота в женском теле — это прана. Наполни праны, значит, красивые. Мужчины хотят быть сильными. Это тоже прана. Сила мужская. Но если человек этого не берет от природы, он становится старым, некрасивым, сморченным, несчастным и больным. Мужчины хотят быть сильными.